Сейчас 18.00, как и обещали, мы вам здесь радио Брест немного побалуются с абсолютно всеми теми, кто пришел сегодня, кто проходит ВИМ. Варто было только кинуть клич, как вокруг новогодней елки радио Брест собрались люди. Диджеи Брестского радио пропоновывали всем рассказать Деду Морозу верш, або спеть песню и отгадать загадку. А за это отримать елочный шарик с логотипом радио Брест и специальный лотерейный номер, який удельничал у розыгрыша шматликих призов, головный серот яких – электронная книга. Пусть горят огни на елке, караводы водятся и для всех хороших деток, и о всех хороших детках счастья позаботятся. Удельники флешмобу, переважно люди дорослые, за довольнением читали новогодние верши и навод водили каравод. Праздник к нам пришла, и много-много радостей детишкам принесла. Это такой небольшой флешмоб, как мы его назвали, новогодний флешмоб. Не для того, чтобы отвлекать людей от каждодневной сейчас предновогодней суеты, а для того, чтобы даже в это время они могли бы найти 30 секунд, для того, чтобы выиграть специальный шарик от нашей новогодней елочки и получить подарки. А вообще, все это для того, чтобы поздравить Брещан с Новым годом. С большим, красивым, всенародно любимым семейным праздником. Створить новогодний настрой наведовальникам деда с Персии у команды радио Бреста трималось на усе 100. Это очень весело, поучаствовать, почему бы и нет, поговорить с Дедом Морозом, почувствовать себя ребенком, рассказать ему стихотворение. Но мы просто следим за радио Бреста, поэтому мы стараемся принимать участие в его акциях. Очень интересно, необычно. И то, что обычные люди могут поучаствовать в розыгрыше каких-то призов. Задания очень необычные. То есть нет такого, что там стандартное, а тут там есть фильмы, надо подумать, стишок, и там фокусы. Это, честно, очень классно. Молодцы ребята. И по радио все время молодцы ребята. Работают. А вы постоянно слушаете радио Брест? Я постоянно слушаю, постоянно. И на работе включаю бывает радио, и в машине, когда едем, радио Брест включаем. Любимая, как высветлилась радио Бреста, радио Брест порадовала своих прихильников не только добрым настроем, а лишь матликими подарунками. Кожный третий номер лотереи стал выигрышным. Сирот призов – промо-пакеты от радио Брест с чашками и ручками, рамки для автомобильных номеров, подарунковые сертификаты, солодкие призы, ну и, конечно, самые головные – электронная книга. И он достался Марии Ловацкой. Не ожидала, честно. Не думала, что повезет настолько. Ну, подарок вам нужный? Ну да, я люблю читать, поэтому думаю, очень нужный. Наступный флешмоб от радио Брест у гипермаркете «Алме». А 30-го Снежня у 18.00. Радищики разыграют призы у гандлевом центре галереи «Агрант». Подарунки будут докладно такие же. И выиграть их просто. Просто прийти на значенное время и всем всего хватит. Обещаем. Людмила Салзина, Тигран Акапян, Телеродой компанией «Абрест».